Дворец Кобург, где жили представители монарших династий. Роскошь, спасенная частными инвесторами в начале 2000-х. Ныне отель и своего рода символ 2015 года. Журналистам запомнился как место ожидания. Здесь в летнем зное тянулся решающий раунд переговоров по иранской ядерной программе. Теперь же во дворце Кобург настроение бальное. Здесь разворачивается первое действие сказки, за которой следит весь свет. Королева оперы Анна Нетребко выходит замуж за своего коллегу Юсифа Ивазова. Знакомы два года. Помовка состоялась еще в 2014-м, но плотный гастрольный график у обоих. Даже свадьбу вписать трудно. Юсиф Ивазов в Тена, родом из Баку, долгое время жил и работал в Италии. С Анной они говорят на одном языке во всех смыслах. Самоотдача, превратности пути к успеху, южное жизнелюбие сближают. Вена для Нетребко город почти родной. Здесь появился на свет Сантьяго от певца Эрвина Широтта. Здесь Анна живет, подолгу репетируя в Венской опере. Австрийское гражданство упрощает разъезды. И отношение к музыкальным талантам здесь особое, трепетное. На подготовку ушло не так много времени, в принципе. У нас здесь очень хорошие друзья, которые нам помогали. Но мы, в принципе, годик плюс-минус. Может быть, чуть меньше. Годик готовились. Почему Вена? Ну, во-первых, сначала мы думали делать свадьбу в Баку. Потом мы поняли, что если мы сделаем свадьбу в Баку, там будет больше 500 человек. То есть это будет очень сложно все организовать. Потом мы решили сделать в Санкт-Петербурге. Летом. Но, опять же, передумали, потому что это было уже очень далеко. Только в белые ночи ждать никто не хотел. И мы решили так. Все. На Новый год, под Новый год. В Вене как раз-таки все соберутся сюда. И мы решили вот так вот остановились на Вене. Тиара белого золота с бриллиантами от швейцарского ювелирного дома. Классическое платье от российского дизайнера. В дворцовых интерьерах это выглядит уместным. Тиара, украшение от шапарда. А вот это замечательный подарок от Игоря Крутого. Прекрасный. Только что, который я получила, Филипп принес. Ну вот, чувствую принцессой себя. Церемония регистрации брака длится полчаса. На ней присутствуют лишь самые близкие. Затем на каретах молодожены и приближенные едут на действие второе. Во дворец Лихтенштейн. От классицизма к безумству барокко. Две сотни гостей будут праздновать уже без камер. А вот медового месяца не запланировано. Правда, молодожены говорят, у них каждый день и так счастливый. Газета New York Times, подводя итоги уходящего года, оперу Трубадур с Дмитрием Хворостовским и Анной Нетребко назвала одним из самых ярких культурных событий. Уже в феврале у певицы запланирован сольный концерт в Нью-Йорке на сцене оперы Метрополитен. Планке приходится соответствовать. Карета — это на праздник. А чтобы она не стала тыквой, королева оперы работает, как золушка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова